Начать все-таки я хотела бы с времени, потому что, видимо, я из самого старшего поколения учеников Юрия Николаевича Холопова, потому что я его впервые увидела как педагога в Берзляковском училище. Это был третий курс, и мне как-то не минуло 16 лет, когда-то это тоже было. И он пришел к нам как замещающий заболевшего педагога преподавать тот самый главный предмет, который сопутствовал ему всю жизнь, и который потом назывался несколько иначе, а тогда он назывался «Анализ музыкальных произведений». И этот курс мы прошли у него целый год. Вот это, хотя в Берзляковке в те времена был замечательный состав педагогический в целом, это, конечно, одно из самых сильных для меня профессиональных и человеческих впечатлений, которые потом были продолжены, дополнены, но уже на другом уровне. А тогда, просто скажу кратко, что поскольку то ли я была как-то не так настроена, что ли, я относилась очень к музыке тогда как просто человек, играющий на фортепиано, так скажем. А как ее анализировать? Ну, я понимала, что там можно рассказать какой-нибудь вопрос по музыкальной литературе, когда что и прочее, и там отгадать что-нибудь, что тебе сыграют. Это все было понятно. Ну, там с Альфейджио, литературная теория, это все были понятные предметы. А этот предмет сначала, я должна сказать, что почти полгода, вот первый семестр, он для меня оставался таким не совсем понятным, потому что у меня не было такого, видимо, природного отношения к музыке как к предмету для анализа. И вот я просто помню, что только когда кончался первый семестр, и мы писали там какую-то работу на время, нам дали какие-то фрагменты музыкальные, короткие пьесы, я даже помню сейчас, что это был кусок из «Кармен», это была цыганская песня, и я тогда постигла, поскольку музыка эта была хорошо знакома, видимо, может быть, поэтому, постигла что-то такое, вот как это вот описать то, что там происходит в самой музыкальной ткани. Я это запомнила, слава богу, и дальше уже второй семестр я уже хорошо понимала, чем мы занимаемся. Вот, ну, это такая, в общем-то, лирика, а дальше уже в консерватории. У нас, к сожалению, Юрий Николаевич в те времена не вёл никаких предметов теоретиков, совершенно этого не было, всё у нас было другие были лица, и тоже вполне достойные. У нас этот самый предмет анализ музыкальных произведений мы проходили у Виктора Петровича Бобровского, по соседству был еще Виктор Абрамовского, Керман, в общем, такие имена достаточно известные и славные в нашей истории. Вот, но тогда уже к четвёртому курсу, когда у нас происходило распределение в индивидуальный класс, в дипломный, я уже была достаточно твёрдо настроена, что я хочу заниматься в классе Юрия Николаевича Холопова. Во-первых, по своим таким каким-то воспоминаниям, по наблюдениям просто, ну, как-то он же всё-таки был на виду, невзирая на то, что он у нас не преподавал конкретно. Вот, но он был на виду, и уже были известны его работы, была скандальная совершенно история, как раз когда я училась на четвёртом курсе, с его книжкой «Современные черты гармонии» про Кофеева, которая не была допущена тогда до защиты, уже книга была напечатана, она была не допущена. Вот, это всё очень переживалось в нашей среде, и к тому же это были времена, ну, это 60-е годы, вторая половина, когда, собственно, вот заниматься, ну, как бы по-настоящему вот музыковедением, это значило очень во многом заниматься современной музыкой, потому что всё остальное, вот многие сейчас удивятся, конечно, этому, всё остальное пришло потом. Я имею в виду вкусы, интересы, вот музыка старая, так сказать, музыка доклассическая, это всё ещё было совершенно неизвестно, просто. Это не было, ну, так сказать, вот живым опытом. Вот когда это начали исполнять, так более-менее, это тоже как-то так. Я помню первый, очень, так сказать, мощно отпразднованный в Малом зале консерватории круглый юбилей Генриха Шульца, это было просто уже событие такое огромное. Вот, но это были вот какие-то первые подступы только. И потом всё это, и полиография, и занятия древнерусской музыкой, это всё позже. Вот в те времена, когда я училась, этого не было. И, ну, были какие-то отдельные, может быть, порывы в ту сторону, но это было совершенно единично. И, конечно, современная музыка, она была в то время, как известно, синонимом свободы в нашем обществе, и поэтому всё это вместе взято, и плюс ещё такой перспективой заниматься у Юрия Николаевича, это всё сыграло свою роль. И я пошла к нему в класс, я была не первым, конечно, выпуском у него, до меня тоже были какие-то пара студентов, и со мной вместе училась. Тоже мои две сокурсницы, это Люда Людмила Викторовна Бобровская и наша замечательная болгарская, так сказать, соученица, это Лена Елена Кутева. Вот, у нас такая была компания из трёх. Вот, но потом, и потом, собственно говоря, вот то, как мы занимались, а занимались мы абсолютно железно, так сказать, каждую неделю. Сначала, по-моему, по часу, потом по два там такая была, как говорится, норма. И вот эта вот самая норма, это было вечером обычно, потому что после лекции Юрия Николаевича, ему так было удобно, мы сидели, и вот занимались вот этим материалом, этой музыкой. Ну, я ему предложила... Единственное, в данном случае, чем я могу похвастаться, я сейчас закончу уже хвастаться, это то, что я ему, в общем, предложила тему, потому что вот это вот, я ему предложила Стравинского и предложила такой взгляд на него, как на композитора, в общем, единого в своих главных, как говорится, принципах и в истории, в эволюции. Но Юрий Николаевич эту тему сформулировал. То есть я ему рассказал, что я хочу, он чётко это сформулировал. И вот дальше, собственно говоря, я не могу считать, что я, ну, такой уж прямо его последователь и принадлежу к его школе, как, например, другие, как, например, Татьяна Суреновна Кюрегиан или там Маргарита Ивановна Катунян. Но те, кто как бы и с ним работали дальше вместе, и всё-таки они как бы в большей степени, что называется, принадлежат к теоретическому сословию. Хотя я тоже там, в дипломе у меня написано, что я музыковед-теоретик. Тогда ещё это всё писали. Сейчас не знаю, даже, по-моему, не так всё это. Вот. Но тем не менее, вот такие основы, которые он постепенно закладывал в нашу науку, это всё было действительно на моих глазах. И я за этим, конечно, наблюдала, я читала его следующие труды, которые появлялись, вот, и направляла уже потом своих студентов в ту сторону. То есть он действительно, вот, в нашей музыковедческой, истории нашей музыковедческой науки, он, ну, вот его принято сравнивать с такими вот прежними персонами, крупными, ну, там даже с Сергеем Ивановичем Танеевым, например, потому что он тоже был в очень большой степени то, что называется научный систематизатор. Потому что его одно из самых главных достоинств – это то, что он устанавливал некий, так сказать, порядок рассмотрения материала, который всегда исходил из самого материала, а не от каких-то таких вот предвзятых, что ли, называется, схем, даже самых хороших схем, так скажем. Вот он исходил именно из материала. И когда этот материал его в чём-то, может быть, и не устраивал, он, для него это было важно. То есть ему было не всё равно, что там вот это вот пришло, надо вот этим заниматься. Но для него важен был музыкальный контакт. Например, когда он, я просто помню, но это известный, наверное, факт, что когда он занимался, стал заниматься выбранным, это всё, так сказать, уже на моих глазах происходило, то он делал, ну, я не могу назвать это просто упражнениями, он просто сочинял, как говорится, вот в манере Веберна, и согласно его, как говорится, методе, естественно, строго додокафонно, и он просто вот занимался такой вот композиторской проверкой. Он даже так это и называл, это надо проверить. Вот у него был такой способ. Вот, ну, я думаю, что это действительно, наверное, это и другие знают, не только я. Вот, и, конечно, вот его вот такие вот основополагающие труды, как вот эта грамма-гармония теоретическая, вот часть теоретические курсы, вот это. И это, безусловно, в общем-то, уже история нашей науки. И, ну, вот в отличие от, помянутого уже мною, Танеева, который, конечно, гигантская фигура, был тоже, у нас ведь музыковидение очень позднее, как известно, оно появилось не очень давно, так, в историческом плане. И в этом смысле, конечно, он сделал то, что Танеев тоже создал, но, может быть, в силу того, что всё-таки там были да немножко другие условия, да и, к сожалению, он просто не очень долго и прожил. Вот Юрий Николаевич, который, к сожалению, тоже на нынешний взгляд предвременно ушёл, безусловно. Но, тем не менее, он действительно создал вот эту школу, традицию и методы анализа, которые он предлагал, терминология, это всё вошло, к счастью, в энциклопедические труды, потому что он писал и статьи такие. И это было оценено, в общем-то, если не до конца, ну, так сказать, в мировом уровне, на мировом уровне, то это, я думаю, тоже впереди, потому что, ну, мне известно, например, что вот наши американские коллеги, они, многие из них, они, в общем-то, уже занялись популяризацией его трудов, его, они переводят это, есть просто его, ну, как бы такие ученики виртуальные, которые прямо, может быть, у него не мчились, но которые восприняли вот его традицию. И это, конечно, наверное, чем дальше, тем вот его фигура, она, вот она не уходит, тем более, конечно, естественно, совершенно, но она даже, она делается более крупной, вот мы когда смотрим на него, перспективы нашей просто вот науки, что это действительно вот, ну, то самое вот теоретическое музыковедение, которое тоже, как и многие такие вот наши, ну, это мое мнение, конечно, наши сравнительно точные методы изучения музыки, оно сейчас, конечно, находится в большом кризисе, и, конечно, здесь вот его опыт, его достижения, то, что он сделал, это с нами, я надеюсь, будет, потому что у учеников уже есть тоже ученики, и все это продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok